Еще пару лет такие торговые точки располагались по всему городу. Продажа хамсы велась практически бесконтрольно. Глава НАПы Юрий Поляков дал поручение навести порядок с торговлей, а сами объект оснастить необходимым оборудованием и привести к единому стилю. Уже сегодня можно увидеть результат. Во время очередного рейда ни одного нарушения не было зафиксировано. Сейчас в Анапе действует 18 официально зарегистрированных ларьков, где можно купить хамсу. Также рыбу будут реализовывать на ярмарках выходного дня. Что им необходимо? Это вывеска, бейджик, весы, приглядный вид самого продавца, спецодежда, форма, сам объект чистенький, красивенький должен быть. И самое главное, самое основное, продукцию, которую реализуют сегодня они, это продукция нашего производителя, ИП Танова, который находится на большом отряше. Продукцию предприниматели закупают у него и продают здесь уже на этих точках. То есть мы своего производителя поддерживаем и продвигаем нашу продукцию, нашу хамсу, которую сами вылавливаем, сами производим и тут же сами реализуем. Елена продает хамсу первый год. Говорит, один из любимых деликатесов анапчан пользуется большим спросом. А внешний вид торгового объекта нравится как покупателям, так и самим продавцам. Удобно и глаз радует. Конечно, очень приятно для продавца, для реализатора и для покупателя, когда он подходит и видит приличное место, чистый прилавок, весы. Я думаю, что, конечно, и мне, и покупателям это очень приятно. Предпринимателей, не имеющих документов, ждет солидный штраф. В Анапе организованы рейдовые группы. Ежедневно будет проводиться мониторинг города, чтобы выявить, помочь могут и анапчане, обратившись с жалобой в Роспотребнадзор или Управление торговли. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.